Как Россия отметит 500-летие Тульского Кремля, обсуждали сегодня в Туле с участием замминистра культуры. Масштабное событие всероссийского масштаба ждет нас всего через три года. Первые предложения озвучили накануне на конференции с профильными министрами Центрального федерального округа. Их уже хватит на целую книгу. Екатерина Старцева подробнее. Экскурсия на пять веков назад, прогулка по Кремлю, современный интерактив и молчаливые экспонаты из средних веков. Копья, сабли, пушки, осадные крепости в миниатюре и предметы быта. Экспонаты тульских музеев и музеев соседних областей Рязани, Калуги, Зарайска привезли в оружейную столицу на выставку города большой засеченной черты Тульский Кремль. Она открылась в доме дворянского собрания. Уникальные экземпляры демонстрируют заместителем министра культуры России Али Маниловой и губернатору Алексею Дюмину. Он предлагает воссоздать на территории Кремля осадный двор. Может быть, действительно что-то посмотреть, сделать в уголке? У нас получится только восстановить немножко. Есть такая археология. Ну подумайте, как это будет выглядеть и в какую сумму денег. Вот такой двор один надо сделать. А как считаете? Конечно, обязательно для детей. Для туристов и свои будут. Да, да, да. Всего через три года Тульский Кремль отметит 500-летие. Указ о праздновании подписан президентом, отмечает Алла Манилова на встрече с региональными министрами культуры Центрального федерального округа и представителями туриндустрии. И добавляет это шанс восстановить несправедливость и напомнить россиянам о незаслуженно забытом отрезке истории. Создание большой засечной черты. В уникальном комплексе оборонительных сооружений на южной границе государства. От брянских до мещерских лесов. А начало засечной черте положил именно Тульский Кремль. Чтобы достойно, интересно и насыщенно отметить предстоящий юбилей, Алла Манилова приглашает участников конференции к конструктивному диалогу. С ответным словом выступает губернатор. «Почти пять веков назад Тула стала первой каменной крепостью к югу от Москвы и с тех пор надежно защищает подходы к нашей столице. Сегодня наш Кремль остается одним из главных символов города – его сердцем. Он неизменно привлекает туризм из разных клубов России и зарубежья. Год наш Кремль посещает порядка миллиона человек. Это серьезный показатель. При поддержке Министерства культуры России мы уже много сделали по восстановлению Тульского Кремля. Но предстоит еще целый комплекс работ как в Кремле, как и в исторической части города Тула». Оргкомитет по празднованию 500-летия Кремля сейчас формирует уже известный его возглавит заместитель-председатель российского правительства Сергей Приходько. В разработке плана мероприятий примут участие музейщики и региональные, и федеральные, а также краеведы городов большой засеченной черты. Привлекут и Министерство образования, чтобы о незаслуженно забытом этапе истории рассказать детям. Посещение выставок, поездки по малым историческим городам и не только. Возможно, даже снимут мультфильм или художественный фильм. Еще одна идея провести в Тульской области съезд мэров малых городов. Почему нет? Почему в следующем году не провести съезд мэров малых городов, скажем, в Белеве? Почему нет? Мы это обязательно сделаем. Скажем, в этом году мы проводим такой съезд в Суздале. И не случайно с Суздале начиналось золотое кольцо, а в этом году вся Россия празднует 50 лет юбилей первого такого культурно-исторического туристского маршрута, который стал мировым брендом. Почему нам не председовать на то, чтобы засеченная черта тоже стала таким культурно-историческим и туристским брендом? Конечно, должны пройти годы, но не будем ждать 50 лет. Мы сделаем это быстрее. Сегодняшняя конференция в Туле – только начало пути. Все предложения по празднованию 500-летия Тульского Кремля передадут в Горкомитет. Чем креативнее будут предложения, тем насыщеннее будет программа, отмечает Минкульте. Озвученных в Туле предложений уже хватит на целую книгу. Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Первый Тульский. Настоящие и будущие проекты «Русские усадьбы» обсуждали сегодня в Туле. Свою работу начал двухдневный форум, посвященный Дню работников культуры. В здании дворянского собрания прошел Координационный совет по туризму Центрального федерального округа. С докладом о проекте «Русские усадьбы» в Тульской области выступил региональный министр культуры Татьяна Рыбкина. В 2013 году наш регион стал одним из пяти, где реализуется проект. Сейчас география расширилась, участвуют 14 областей. Так, по словам Татьяны Рыбкиной, в этом году будет создан региональный портал проекта «Русские усадьбы». Вопрос уже согласован. Это позволит активнее сотрудничать с турбизнесом. Также в этом году в усадьбах, вошедших в проект, реализуют единую линейку сувенирной продукции в планах создания гастрономической энциклопедии кухни русских усадеб. В Туле уже успешно работает туристко-информационный центр, а на завтра запланировано открытие музейного центра «Русские усадьбы» на базе Музея изобразительных искусств.